Каким был традиционный костюм жителей села Илёк Беловского района Курской области в 30-х годах? Об этом не понаслышке знает Екатерина Чернаук, руководитель клуба народного костюма «Русская традиция». Одежду, сделанную её руками, примерить можно, но только на куклу. Их, кстати, Екатерина тоже делает сама. Пять лет женщина занимается курским традиционным костюмом. Информацию черпает в экспедициях у старожил, сёл и деревень области. Это женщина, она у нас в обвязке, но, к сожалению, платочек я его не сняла, но он должен быть сверху платок. Не, ничего страшного. Женщина в обвязке, молодая женщина в праздничном костюме, такой наряд называют московский. Это высокой степени праздничности сарафана, называется вот такой сарафан, сарафан хороший или сарафан с бухатами. Самостоятельно сделать куклу и нарядить её в праздничный сарафан. Решила Ирина Холодова. О мастер-классе узнала в социальных сетях и, не раздумывая, решила пойти. Большая удача поучиться у такого мастера, рассказывает Ирина. Интересно изучить, какой был русский костюм, что носили наши бабушки, какая была вышивка, какие были орнаменты, чем раньше люди жили. Цикл мастер-классов будет состоять из нескольких занятий. За первые ученицы Екатерины сделали саму куклу. Затем постепенно начнут одевать её в традиционный костюм. К жителям села Илёк Екатерина часто приезжает в гости. И не с пустыми руками, а с куклами, в которых порой селяне узнают себя. Юлия Рудская, Геннадий Воробьёв, телеканал СЕИМ.